Здравствуйте, милые дамы! Давайте проверим звук. Поставьте, пожалуйста, в чатик плюс, если вы меня слышите. Плюсы пошли, значит, вы меня слышите. Замечательно. Я вас приветствую на фестивале бизнес-тренингов на портале webmarket.ru, который, как вы уже знаете, проходит 23, 24, 25. Ноября. Давайте приступим к нашему сегодняшнему вебинару, который называется «Как женщина сделать продающий сайт?». Естественно, я поставила задачу, чтобы научить вас это делать быстро и просто и дать вам конкретные рекомендации, что и зачем нужно делать. Давайте с вами для начала познакомимся, чтобы нам было комфортно с вами работать. Напишите, пожалуйста, в чат, как вас зовут, откуда вы и самая главная цель на сегодняшний вебинар. На данный момент цель посещения вебинара очень важна именно для вас, так как если у вас ее нет, то и ближайшие полтора часа проведете просто зря. А если у вас есть определенная цель, то вы обязательно ее достигнете. Поэтому, если вы еще не определились с тем, зачем вы вообще сюда пришли на вебинар «Как женщины сделать продающий сайт», то делайте это быстрее, чтобы для вас полтора часа прошли не зря. Вот. Москва. Мне нужен свой сайт. Замечательно. Я думаю, что к концу вебинара вы будете знать все о том, как нужно сделать сайт, да, и самое главное, у вас будет конкретное руководство, что, зачем нужно будет делать. Так, давайте тогда, пока вы пишете, я представлюсь, потому что кто-то знает меня, кто-то не знает. Меня зовут Юлия Рыж. Я радиоведущая, совладельца первого магазина инфопродуктов и сервиса «Заботливый сервис сайт», который помогает женщинам быстро, легко, а главное самим создать свой сайт. Именно поэтому сегодня я вам об этом и буду рассказывать, да. Соучредительница первой ежегодной премии «Инфобизнесвумен Рунета» и сорганизатор проекта «Блондинка и брюнетка дают советы». Все мои координаты вы видите на слайде, так что, если захотите ко мне обратиться, я всегда рада общению, и, естественно, любая помощь всегда доступна для вас. А теперь мне бы хотелось рассказать, как я пришла к созданию своего первого сайта. Несколько лет назад я работала на первом канале корреспондентом в программе «Доброе утро». Но в то время я, естественно, не задумалась о том, где бы мне найти денег и жила себе в удовольствии. Но вот в 2008 году мне посчастливилось выйти замуж и, естественно, стать мамой. Первые шесть месяцев мне удавалось ходить на работу и получать какие-то деньги. Но вот в 2009 году из-за кризиса рубрику мою закрыли, и я вынуждена ушла в декретный отпуск. Ну, естественно, тогда я решила, что побуду с ребенком, проявлю все свои женские качества, буду готовить, стирать, убирать. То есть, ну, посвящу свое время кастрюлям именно. И подумала, что, ну, уже хватит само все тащить на себе, надо уже как-то сесть на шею мужа, да. И тем более, если он глава семьи, то пусть действительно нас всех и за собой тащит. Через некоторое время я поняла, что все чаще замечаю, что не на своем месте, да, и не все себе могу позволить. Более того, могу сказать, меня замучило то, что постоянно приходится спрашивать денег у мужа. И в тот момент я решила, что мне нужно начать зарабатывать самой. Честно случайно я наклонилась на первый в своей жизни вебинар Артема Мельника, как можно научитывать зарабатывать тысячу рублей в день в интернете. Стоил он четыре тысячи рублей тогда, да. Так как я сидела дома с ребенком, естественно, у меня своих денег не было. И мне пришлось привести кучу доводов, зачем мне нужно попасть на этот вебинар, ну, для своего мужа, чтобы он не дал эти деньги. Ну, с той смешкой, что ну, пойди-ка попробуй, он мне все-таки дал денег. И я благополучно посетила этот вебинар 10 декабря 2010 года. Еще даже года нет, да, с того момента, как я вообще узнала, что в интернете могут быть деньги, да. Тогда, естественно, ничего не смогла применить, потому что знаний было мало. Но постепенно я развивалась, приобретала новые-новые знания и конкретно стала заниматься зарабатыванием денег в интернете в конце этого мая. А вот в этом декабре я уже лечу на Бали, в Таиланд и Индию на всю зиму вместе с ребенком. Вот я думаю, что так хотелось бы жить в каждой маме. И поэтому мне хочется вам рассказать, как же можно вообще научиться не то, что зарабатывать, а даже создавать сайт и при помощи него что-то делать. А я вот вижу, пошли ответы, что из Златоуста у нас, Светлана, как продвигать свой сайт. Ну, так, Волгоград для создания интернет-магазина. Замечательно. Тогда напишите в чат, может быть, у кого-то уже есть свой сайт, да, и если есть, то, может быть, вы хотите что-то в нем поменять. И как вы его сделали, например, если есть такие люди. Потому что, я так думаю, что не только новички у нас сегодня здесь, потому что мы будем говорить именно о продающем сайте. И технологии, те, которые работают на сайтах для того, чтобы они продавали, а не просто так были, да. Вот. Ну, вы пока пишете, да. Мне бы хотелось приступить к следующему пункту в нашем вебинаре, так как много информации сегодня. И хотелось бы мне сейчас поговорить вообще о реальности, которой находятся все сейчас женщины. Это и офисные работники, и домохозяйки. Конечно же, у каждого своя история и свои проблемы, но есть и те черты, которые присущи нам всем. И для начала давайте рассмотрим реальность для мам, так как мне это сейчас близко. И проблема первая, с которой мы сталкиваемся, это вы целыми днями сидите и с детьми. Когда все время находишься в четырех стенах и видишь дома только мужа и детей, то психологическая нагрузка возрастает даже больше, чем когда работаете с тысячами людьми. А все почему? Потому что смена декораций в втором случае происходит гораздо чаще. В определенный момент можно подумать, что вообще ты живешь не в своей квартире, в которой мечтала, а в клетке, из которой выбраться невозможно. И окружают тебя не любящие муж и дети, а надсмотрщики. Вот в такой ситуации я была некоторое время назад. Вам не хватает внимания. По теории Маслова все мы нуждаемся в признании. А женщина в особенности. Ну, кому не нравится, например, блистать на сцене или декларировать что-то с трибуны. Я думаю, если бы всем была дана такая возможность, то все бы делали это с удовольствием. Я сейчас говорю, конечно, о признании в обществе, но порой нам не хватает его даже в собственной семье. До того, как вы не были женой, например, вас носили на руках, холили, лили. Я конкретно говорю даже про свой случай, да. Иногда даже заглядывали в род, потому что вы знали намного больше, чем нужно, да. А после замужества начинают вытирать ноги, я так это называю в кавычках, но, в принципе, по факту это иногда становится явью, да. Для меня после родов это была вообще большая трагедия. Конечно же, я привыкла к тому, что интересно людям, в частности, мужу. А тут беленки, распашонки. И результатом это отсутствие интересной как личности и слова вслед. Да что ты знаешь, целый дядом рядом с кастрюлями. И, понимаете, это после того, как я работала на первом канале корреспондентом и привыкла знать все самое первое. Ну, думаю, такая ситуация знакома многим мамам. Вот. Дальше. Отсутствие помощи с ребенком. Кого в первую очередь вы видите, когда просыпаетесь или ложитесь спать? Ну, можно даже было не спрашивать, от ребенка или детей, да. Ну, по крайней мере, если они у вас есть, то это точно. Как чаще всего к вам обращаются вообще за день? Предположу, что не по имени, там, например, Юля, а по статусу, например, как мама. Вот это у меня постоянно происходит. И последний такой вопросик, да. С кем вообще больше всего проводите времени за день? Ну, естественно, если вы мама, то это с ребенком, да. С утра до вечера мы с малышами, и слышны только просьбы, желания, выклянчивания. А самое главное, вот, понимаешь, что теперь это на всю жизнь. И нет у мамы ни выходных, ни праздничных дней. И если еще муж работает целыми днями, а вечером приходит и говорит, что устал, то вообще можно тушить свет. И еще, самое главное, никто не верит, что ты устал, а не меньше, а может, даже больше, чем кто-то, да. На что, получается, это, в общем-то, твоя обязанность. Да, вот так вот наше желание стать мамой превращается в такую обязанность, да. Вечно бьется со стороны мужа. Милые дамы, если сейчас перед вами вообще ставить вопрос, да или нет, то вообще, если честно, могу сказать сто раз подумайте. Для всех замужних объяснять мне это не придется, да. Все хорошо знают, какие наши мужья до и после штампа. Я не понимаю, что они плохие. Я говорю, их явно в ЗАГСе меняют. Особенно это начинается чувствовать, когда женщина выходит в декрет. Ее декретные, сами понимаете, первые полтора года составляют самое большое, это 6 тысяч рублей в месяц, да. Потом это вообще смешная сумма, 50 рублей. Прожить на такую сумму явно невозможно. Чувствуя, что женщина находится под контролем, мужчины начинают, так я как называю, затягивать болты. И начинают позволять себе много вольности. Вот такие фразы, например, мне приходилось слышать, да. Да что ты знаешь, да кому ты нужна с ребенком, а зачем тебе столько денег, твое мнение вообще никого не интересует. Если вам приходится это слышать, то я вам честно говорю, что нужно менять жизнь и что-то с ней делать, потому что так долго продлиться не может ничего. Следующая причина, это хочу, это хочу, то, да. Да. Вот мама хочу, мне кажется, я слышу это словосочетание с момента рождения вообще моего ребенка. Все время что-то хочу. Когда у тебя нет денег, то поход с ребенком в магазин это просто ад. А главное, мне очень нравится, когда на тебя смотрят сочувствующие рядом мамаши, да, какие-то. Как будто у них такой проблемы нет. И не было и всегда у них на все есть деньги. Я не говорю, что в деньгах счастье, но отсутствие их всегда ставит в тупик. Может, я даже хочу купить что-то ребенку. И это не просто прихоть. Но если денег нет, то наши желания и возможности явно не совпадут никогда. Одним из моих двигателей к статусу «Новый богатый» стал именно ребенок, которому мне хотелось дать все, что нужно. Конечно, это не просто прихоть, а нужная вещь. Потому что 105-е ямяечки я тоже считаю, что нужно покупать. И баловать детей, мне кажется, это тоже не по мне. Нужно воспитывать, чтобы с детства понимала, что такое деньги и как с ними обращаться. Не учитывают ваше внимание. Вот как часто вас, милые дамы, дома спрашивают о чем-либо? Вот странный вопрос, да, например, куда вложить акции, да? Или, может быть, в какую брокерскую компанию отправиться? Или в какой банк нужно положить деньги? Меня, честно сказать, за всю жизнь вообще ни разу не спрашивали. С одной стороны, вы скажете, да я же ничего в этом не понимаю. Пусть куда вот хочет, туда и вкладывает. А я вам, честно, вот возражу. Он-то пусть куда хочет вкладывает, но только свои деньги, а не общие. Почему вы позволяете за вас решать свое будущее? До одного момента мой муж вообще постоянно говорил, давай я тебя научу, ты будешь трейдингом сидя дома нам доход приносить. А я все время отказывалась, да, думала, что если что-то случится, то вот Гома вскроет консервным ножом и съедят ложечкой мозг. А потом поняла, что будущее должно быть в руках того, кто творит его. И я явно в тот момент собиралась творить свое сама. И предложила ему все же, давай я все-таки займусь этим. На что на меня он так посмотрел, как будто я сошла с ума. Вот так вот всегда, да, когда они начинают чувствовать проявление силы со стороны слабого пола, сразу начинается выставление нас не очень умными. Если вас, конечно, это не коснулось, то я вас вообще поздравляю. Вам вообще крупное повезло с мужем и держитесь за него. Так, и следующее. Это отсутствие решительности. Сколько раз вы в жизни начинали бегать по утрам? Или сколько раз говорили себе, что с понедельника начну новую жизнь? Вообще, сколько раз вы садились на диету? Такие вопросы можно задавать до бесконечности. Главное, что ответ на них один. Много раз. И, естественно, а доводили ли вы до конца свою идею? Думаю, что если много раз собирались, то, по крайней мере, много раз не следовали этому. Почему все так происходит? Почему сегодня есть желание и решительность, а завтра, когда уже надо действовать, ее нет? Я много раз задавалась этим вопросом. До тех пор, пока я не начала действовать. А вот именно действие придает решительность нам. Естественно, вы не ослышались, не решительность придает действию силам, а наоборот. Если вы хотите что-то начать, но давно не можете решиться, и вас постоянно мучают терзаниями. Вы просто не терзаетесь, а начинайте. Вот то же самое. Вы хотите сайт, но у вас что-то думать, вот пойдет, не пойдет. Вы просто возьмите и сделайте. И все. И начните что-то делать до достижения своей цели, да? Сейчас хочу поговорить о реальности для работников офиса. Вы целыми днями сидите в офисе, да? Ваш день начинается с раннего пробуждения. Как только вы открываете глаза, все, в принципе, начался новый день. Хочешь, не хочешь, а в офис надо идти. Несмотря на погоду, на состояние, на настроение, встаешь и идешь. Так же у меня было с первым каналом, честно вам могу сказать. Приходишь на работу, и все, как вчера. Те же бумаги, коллеги, совещания, звонки. Но все по кругу. То есть тот же день сурка. Отсутствие желания идти домой. Ну вот приходит вечер, да, время, когда можно вроде бы идти домой. И сил идти уже нет. Приходишь домой, уставший, выжатый, в принципе, как лимон. И что вы делаете в этой ситуации? Одно желание только спать. А еще же вот если у вас есть муж, дети, им же ведь тоже надо уделить внимание. Приготовить ужин, пообщаться. А вот ведь днем вы думали, приду домой, займусь чем-то для души, например, да? Да, возможно, в этой суете вы уже и забыли, что когда-то у вас было хобби, да? Вам вообще нравилось что-то делать. Потому что постоянно работа, работа, работа и работа. Недостойная оплата труда. Работодатель всегда думает, что переплачивает сотруднику, да, естественно. Сотрудник всегда думает, что его недооценивают. Ну, это вечная дилемма нашего времени. Ну, а как можно оценить по достоинству весь тот стресс, что испытывает сотрудник, идя на нелюбимую работу? Вы тратите половину жизни на дело, которое вам неинтересно, которое не приносит душевного удовлетворения. Никакие деньги не заполняют душевной пустоты от ненавистного дела, да? Вечно упреки и приказы стороны начальства. Возможно, вам повезло, и ваш начальник просто душка. Но бывает и иначе. И иначе как раз намного чаще. Если делом, которым вы занимаетесь, вам не нравится, если вы не согласны с мнением руководства по тем или иным вопросам, то все. На вас никто не обращает внимания, никто вас не слышит, а только при каждом порядке заставляет что-то делать. И в этот момент, естественно, рабочее место превращается в камеру пыток. Желание, чтобы пятница была каждым рабочим днем. Вся жизнь в итоге сводится к ожиданию жизни. Жизнь начинается в пятницу вечером и заканчивается в воскресенье вечером. И так всегда. До пенсии. Вот она сегодняшняя наша реальность. Конечно, будут еще двогодние каникулы и положенные четыре недели отпуска. Но по факту ваша жизнь вам не принадлежит. И сейчас мне хотелось поговорить о реальности для всех. Во-первых, это желание лучшей жизни. Когда я думаю о лучшей жизни, мне на ум всегда приходит фильм «Красотка». Этот голливудская сказка в свое время покорила все женские сердца. Но в основном его показывают по телевизору в женский день 8 марта. И вот я думаю, для чего? Я лично всегда смотрю и расстраиваюсь. Ну как же так у кого-то бывает, а вот у меня вот не так. После просмотра этого фильма на мужа даже смотреть не хочется. До замужества обещались цветы каждый день на руках, носить шубу, машину, квартиру. В общем, золотые горы. А по факту, ну, меня держали как домработницу. Если у вас такое же, ну, что же бывает? Может, Голливуд нас вообще дурит и красивой жизни нет? Ну, нет, в этом я сомневаюсь очень сильно. И скорее всего, в наше время сами женщины делают себе рай на земле. И таких женщин становится все больше и больше. Отсутствие способности разглядеть возможности. Как часто вы удивляетесь тому, что люди вокруг вас фонтанируют идеями? А вообще, как часто вы удивляетесь тому, что они еще и притворяют их жизнь? И что самое главное, они еще умудряются с этого получать доход. Вот до определенного момента я многих людей вокруг себя классифицировала как мегамозги. Я вообще не понимала, как на ровном месте можно не только создавать идеи, но и получать прибыль. А когда число таких людей вокруг меня просто зашкалило, то я решила стать вообще одной из них. Именно с этого момента, с этой принятия, с этого решения, моя жизнь действительно перевернулась. Я точно знала, чего я хочу. Я хотела стать финансово независимой. Я была уверена на 100% в себе. Я поняла, что вообще мое время пришло. Но, естественно, все произошло не в один момент. Так, желание учиться чему-то. Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал Великий Ленин. И правда, именно в постоянной учебе ей заключается не только развитие, но и сама жизнь. Вот помню, моя мама всегда мне говорила, будешь хорошо учиться, я тебе Мерседес куплю. Да, плохо, опель. Но она вот мне никогда не говорила, чтобы я не училась. Ведь от учебы зависит, кем ты вообще будешь в жизни. Некоторые прекращают свое образование после выпускного в 11 классе. И где они сейчас, скорее всего, работают на кого-то, постоянно ругают того, на кого работают. И вечно злые на всех и вся. Скажу за себя, я училась, учусь и буду учиться всю жизнь. Потому что именно тогда, когда я становлюсь мудрее, применяя знания, я получаю колоссальную силу. Желание быть всегда красивой. Говорят, что красота спасет мир. Но вот сколько стоит эта красота, никто не говорит. Цифры, естественно, сами понимаете, просто ошеломляющие. Поход к стилистам и визажистам стоит кучу денег. А еще, ведь же еще медикюр, педикюр и так далее. Да вообще после таких цен, я вообще удивляюсь, как муж хватает смелости, говорит вообще, а зачем тебе столько денег? А сами так и требуют, чтобы были все красивые, ухоженные, самые лучшие. Отсутствие бесплатной инфраструктуры для саморазвития и развития детей. Когда я начинаю вспоминать свое детство, перед нами вообще всплывает следующая картинка. Мы с мамой в кружке танцев, в кружке этнографического фольклора, в кружке иностранных языков, в спортивном кружке, в художественном кружке и так далее. Естественно, заметили, что повторяющее слово здесь во всем это кружки. Оно вообще здесь самое главное. Я как любящая мама, да, всю жизнь мечтала о том, что когда мой ребенок подрастет, отдам его во все кружки на свете. Мне, как многим родителям, очень хочется развивать цены во всех направлениях. Но когда я решила посмотреть прескурант наших обычных кружков в ДК, я вот честно была сильно удивлена. Ладно, платная студия со всеми кусающимися ценами, да, но обычная советская ДК. Вот мне было непонятно, за что они так ломят цены. И я поняла одно. Если есть у мамы деньги, то ребенок будет развиваться. Если нет, то будет в песочице сидеть до 18 лет. А вот офисные работники. Хочется учиться, будь, добра, клаши ползарплаты. Да, цены сейчас за корочки, ай, как кусаются. Вот парадокс. Можно купить корочку, а знаний и умений не будет. Поэтому многие мои знакомые развиваются самостоятельно при помощи покупки тренингов, тех же семинаров, на которых дают не теорию, а саму практику. Ну, кстати, я вам тоже советую заниматься самообразованием. Это очень развивает. У вас нет времени за самих себя. Время – деньги. Фраза, как ни странно, отражает суть сегодняшнего вообще времени. Я бы даже сказала, что время сейчас ценится не так, как деньги, а дальше вообще больше. Для молодых или продвинутых мам время – это важный аспект жизни, так как вообще после рождения драгоценного времени остается очень мало. Сначала пеленки, потом прикорм, потом прогулки целыми днями. И, как говорится, маленькие детки, маленькие детки, большие детки – огромные проблемы. В черте забот, выпавших внезапно на маму, можно вообще просто забыть и потеряться. Вспоминая себя в этот момент, могу сказать одно – «Боже, мама, где я?». Времени практически всегда нет ни днем, ни ночью. Вся жизнь превращается в один сплошной день сурка. Этот день сурка относится, естественно, и к офисным работникам. Такое чувство, что жизнь проходит вообще мимо, что ты являешься сторонним наблюдателем, и вот самое главное – как раз этот момент нужно не упустить, а воспользоваться им. В определенный момент я тоже поняла, что если я не остановлюсь и не займусь собой, то перестану быть интересной не только людям, но и себе. А это чревато разводом, депрессиями, потерям друзей и многое-многое другое. К тому же идет у нас отсутствие энергии и силы. Не секрет, что в наше время женщина несет на себе слишком много ролей. И мама, и жена, и домработница, и так далее, и так далее, и тому подобное. И очень много ролей. Поэтому энергии и сил нам всем сейчас не хватает. Женство – это конкуренция. Кто не хочет жить хорошо? Да, наверное, все, да? Все хотят жить хорошо, но не для всех свое хорошо бывает, да? Кому-то хватает лепешки с поклевкой, а кому-то и дворца мало. Поэтому судить человека никогда не стоит за то, что он не стремится к лучшему. Вот многие девушки мечтают выйти замуж за миллионера, да? Но рисуют себе такую картинку жизни, что большой дом с бассейном, да, маленькая собачка, каждый день солярий и так далее. Но, как вы понимаете, на всех миллионеров не хватает. Вы не можете позволить себе путешествовать. Наконец-то мы добрались до той темы, которая интересна всем. Я не знаю вообще ни одного человека, который бы не хотел посмотреть как можно больше стран в своей жизни. Мое первое образование было в области туризма. Именно потому, что все, и в частности я, думали, это образование даст возможность именно побывать везде. Но, как я потом поняла, это были всего лишь предположения. Менеджер по туризму только сидит в офисе и всем рассказывает, где хорошо. Вот. И не всегда каждый менеджер был там, где он вам вообще о чем расскажет. Конечно, в этой профессии есть люди, путешествуют, но их работа им не дал отдыха, да? К примеру, за неделю нужно посетить 70 отелей в разных концах страны. Естественно, в этом ритме об отдыхе не идет речи. А везде мы просто хотим посмотреть. Ну и, естественно, мы хотим поваляться на пляже, попить свежий выжатый сок. И просто отдохнуть. А теперь, обсудив все проблемы, да, которые у нас есть, мне бы хотелось поговорить о самом главном. Это, естественно, о психологическом настрое. И что вообще нас подвигает создать сайт. Не просто, например, прийти на вебинар, послушать, а именно взять и сделать его. Потому что это очень важно. Не просто слушать, а именно действовать. И сейчас я открою, на мой взгляд, самый лучший способ превращения из блеющей овечки в решительную львицу. В мире бытует мнение, что женщина слабый пол. Сейчас я развенчаю этот мир, да. Вот мне бы хотелось задать вам один вопрос. Очень странный, на ваш взгляд, возможно, вы подумаете. Ну вот, кто вы? В основном, когда я задаю такой вопрос, никто не удивляется. И дает следующее ответственность. Я там женщина, мужчина, спортсмен, мусульманин, домохозяйка, мам, папа. Все в основном связывают свое представление со своим физическим телом. Когда человек рождается, он даже не знает, что он мальчик или девочка. Я даже вот сейчас смотрю по своему сыну. Он недавно только понял, что он вообще мальчик, да. И говорит, что я мальчик. А раньше ему было вообще все равно. Естественно, ему о том, что он мальчик, говорили родители. Потом мы приобретаем профессию и уже отвечаем с точки зрения экономической профессии. То есть радиоведущая, либо там стилист, визажист и так далее. Получается, что мы все роли приобретаем во время нашей жизни. И все они связаны с телом. Вот. И еще вот у меня такие вопросы. Да, может быть, вы можете вспомнить, какими вы были лет 10 назад? А представьте, какими вы были через 10 лет. И вот, например, я задам такой вопрос. Может быть, вы сможете отправиться, например, сейчас на Бали? Вот за несколько секунд преодолели все эти манипуляции. Но разве ваше тело смогло стать моложе или постареть? Или, может, вы переместились на остров Бали? Очевидно, что нет, да. Да. И последний такой вопросик, да, по определению того, кто же мы есть на самом деле, это как вообще мы понимаем, что человек умер? Естественно, мы понимаем, что человек умер, если тело перестает двигаться, да. Смотрите, казалось, мы так любим этого человека. Жить без него не можем, да. Но почему-то от него осталось вот тело, да, и мы его закапываем в землю, либо сжигаем. А все почему-то. Потому что любили мы не тело. До того, как вот наступила смерть, кто-то управлял телом, а потом просто-напросто перестал. Да и любили мы именно то, что управляло им, а не просто тело. Ведь просто с бездеканом тела мы ничего не можем сделать. Мы его просто закапываем так же, да, либо сжигаем. Открою вам секрет, да, кто же мы есть на самом деле и кто управляет телами. Телами управляет сознательная энергия. А если попросту сказать, то душа. И все мы с вами именно души, а не тело. А все души обладают изначально следующими качествами. Это чистота, сила, мудрость, счастье, покой, любовь и блаженство. Что же подразумевается под этими качествами? Частота – это положительные мысли, слова и действия. Сила – это обладание всеми силами, которые наделила нас природа. То есть, например, это сила противостояния, сила развлечения, сила решения, сила терпения и много-много других сил. Мудрость – это качество души, которым обладают все. Только многие делают неправильные шаги изначально. Поступают, но не по своей природе. Например, мыслят плохо, говорят плохо, поступают плохо. И в результате получают не очень хорошее положение вещей. А мудрость – это и есть выбрать между плохим и хорошим и принять правильное решение. Думаю, долго объяснять не буду, что же такое счастье, так как это, в принципе, понятно каждому – покой. Все мы считаем, что сейчас находимся в беспокойстве. Мы ходим на работу 11 месяцев в году и в отпуск стремимся уехать куда-нибудь, поваляться на песке, а самое главное – побыть в тишине. Если бы был покой, не было бы кучи стрессов. Кроме того, все мы хотим любить и быть любимыми. А все потому, что любовь нам дана изначально. И последнее – это блаженство или сверхчувственная радость. Когда ребенок рождается, он обладает вообще всеми качествами души. Но постепенно с подачи взрослых общество, естественно, он начинает их забывать. Все мы изначально вот именно такие. Поэтому всю жизнь и стремимся к ним. Но вот покой, счастье, любовь – их не надо искать вовне. Они все находятся в нас. Их просто нужно вспомнить. Ну и побыть в этих состояниях. Очень важно запомнить, что вы душа в теле, а не тело, в котором так иногда бывает присутствует душа. Я надеюсь, вы поняли, что мы не делимся на сильный и слабый пол. Мы все сильные. Нам просто нужно вспомнить это. Могу дать отдельный совет как. Вот как я справилась вообще со своей проблемой. Каждый час напоминала себе, что я душа, и у меня есть и эти качества. И поверьте, через некоторое время вы начнете вспоминать, и самое главное – становиться такими. Достаточно только прошлые негативные мысли о себе заменить на новые положительные. И вы сразу начнете меняться и чувствовать себя так, как вы всегда хотели. А не так, как вам вообще навязывает общество. Говорят, что вы слабые, негченые, вообще ваше место рядом с кастрюлями. И вообще за все здесь плачу я, а ты так, ну, просто неудачница. Еще раз напоминаю, что каждый час, повторяйте, что вы сильная душа, счастливая душа, любящая душа, спокойная душа, чистая душа и блаженствующая. И, конечно же, чувствуйте себя в это время в том состоянии, о котором вы себе напоминаете. Это очень главное. Так что, стильные вы мои, предлагаю перейти к основной теме нашего сегодняшнего вебинара, как женщине создать продающийся сайт. И для начала обязательно хочу поговорить о подготовительных работах, которые вы должны провести. Вам обязательно подназвится создать почту, или если она у вас есть, то вспомнить пароль и начать пользоваться именно гугловской почтой. Вы не ослышались, потому что единственная почта, которая пригодна для интернет-бизнеса, это гугл. А все остальные почты вы можете иметь и даже пользоваться для личной корреспонденции, но вот гугл использовали для работы. Почта на гугл принимает письма почти со всех ресурсов. А для вас и для нас, для начинающих вести свои дела в интернете, это просто необходимо. Дальше, если у вас планируется не просто ваш личный блог, а может, как кто-то писал, что вы захотите создать интернет-магазин, или какое-то дело, или проект в интернете, то тогда вам нужно обязательно почту заводить предназначенную для него. Вот что могу предложить, и назвать так, например. Вот у меня есть проект, блондинки в Рюинетке дают советы, и он размещен по адресу Brublon. Вот наша почта тоже начинается на Brublon.sobako.gmail.com. И, то есть, ваша почта должна быть созвучна с названием вашего проекта, который вы собираетесь в будущем создавать. Следующий шаг для создания своего собственного бизнеса в интернете, да, и, естественно, сайта, это сервис рассылок. Как часто вы пишете письма на электронные адреса? Я думаю, что постоянно. С появлением электронных письм в мире произошли вообще грандиозные изменения в маркетинге. Люди стали продавать тысячи товаров через электронную почту. В основном, все это началось в Америке, но сейчас уже эта тенденция идет стремительно по всему миру. Люди продают от носок до яхт. И все это происходит в интернете. А все почему? Потому что для продажи фактически ничего не нужно, да, кроме интернета и умения писать подающие тексты. А сейчас интернет-предприниматели стремятся не только привлечь человека на сайт, но и завязать с ним отношения. В этом помощником служит форма обратной связи, установленная на сайте. В чем ее суть? Человек, попадая на сайт, видит окно, где ему предлагают подписаться на новости, оставив свою электронную почту. И, в принципе, все. Дело сделано. У предпринимателя есть потенциальный клиент, а у подписчика новый друг. Все довольны, все счастливы при условии, что всегда можно отписаться от рассылки. Как же работает рассылка? Для начала надо создать серию писем по тематике вашего сайта. Это поможет рассказать вашему потенциальному клиенту о вас, и, естественно, о ваших товарах или услугах. После этого, обновляя содержимое сайта, вы отправляете письмо вашему новому другу о том, что у вас произошло. Если ему интересны вы и ваш сайт, то он обязательно придет и прочитает подробно об изменениях. И не забудьте обрадовать клиента новым продуктом. В этом и есть основная суть рассылки. Именно продать. Еще очень важно выделиться из толпы, предлагающих услуги, и получить свой заветный электронный ящик. Раньше люди просто так раздавали свои адреса. Но после того, как в Рунете начал перекочевывать инфобизнес из-за границы, на людей посыпалось шквал рассылок по разным тематикам. Поэтому сейчас для того, чтобы наверняка получить почту клиента, надо ему что-то за это подарить. И обязательно стать ценным и полезным. Например, электронную книгу или курс по любой тематике вашего сайта. Многие считают, что получить адрес электронной почты – это элементарно. Ну да, пока это так. Но придут времена, когда за e-mail мы должны будем отдавать то, что раньше продавали. Так что пока пользуйтесь моментом и получайте своих клиентов менее тяжелым трудом. Я советую всем заводить аккаунт рассылок, на мой взгляд, на самом стабильном сервисе Smart Responder. Тем более немало важно, что у него есть возможность создания бесплатного аккаунта. Что на первоначальном этапе очень немало важно. Так, поехали дальше. Регистрация домена. Недорогая регистрация доменного имени стала доступна вообще, в принципе, только недавно. Так что при выборе компании, предлагающей соответствующие услуги, можете руководствоваться именно ценой. В отличие, конечно, от веб-хостинга. Стоимость регистрации домена не имеет абсолютно никакого влияния на его качество или законность. Вопрос о цене мы затрудним чуть позже. А сейчас давайте поговорим о выборе доменного имени. Зачем вообще нужен домен и как доставить его привлекать поисковые системы и приносить вам доход. Чтобы заработать деньги в интернете, первое, что вам нужно сделать, естественно, создать доменное имя и сайт для него. Даже если вы собираетесь зарабатывать только на партнерских программах, например, да, или содействовать подвижению чужих продуктов и программ, вам просто необходимо иметь свой домен. В противном случае ваши маркетинговые ходы будут сильно ограничены. И ваш личный авторитет будет крайне низ в глазах потенциальных клиентов. Настоящий успех будет где-то, в принципе, пролить рядом, но все-таки вне вашей зоны досягаемости. Да, речь-то идет всего, в принципе, о 10 долларов. И то, если это в зоне ком, если это в зоне ру, и то дешевле можно найти. Ваше уникальное имя, домен, да, это ваша личность и ваш интернет-адрес. Место, куда люди будут приходить со всех концов света. Если у вас будет сайт, и название вашего почтового ящика будет выглядеть профессионально. Например, если ваше доменное имя, например, widgetfactory.com, то ваша электронная почта будет выглядеть имя, собака, widgetfactory.com. Потенциальный клиент оценит ваш профессиональный имидж, да, и они будут относиться к вам с большей доверием, нежели к тем, кто рассылает коммерческие приложения с бесплатных электронных ящиков. Yahoo, Mail, Yandex и так далее, да. Более того, потенциальные покупатели смогут сразу посетить ваш интернет-магазин, то есть, или сайт, да, введя или вставив доменное имя в строку интернет-браузера, ну, или кликнув по ссылке в одном из ваших объявлений. Если вы намерены зарегистрировать доменное имя в качестве торговой марки, старайтесь избегать использования каверзных словечек, которые, в принципе, прекрасно подходят для названия вашего предприятия, но весьма непривлекательны с точки зрения поисковых систем, что неименуемо скажется, естественно, на страфике вашего сайта. Основательно подумайте над названием. Хорошее, да, именное имя должно содержать хотя бы одно ключевое слово или фразу, связанное с вашим продуктом или услугой, либо с общей вообще тематикой вашего сайта. Как правило, это способствует более высокому рейтингу сайта, да, в поисковых системах, при условии, что созданы, естественно, и другие условия для привлечения поисковых систем. Далее, напишите список ключевых слов вашего сайта. То есть, если бы вы были другим человеком, ищущим какую-либо информацию или продукт, какие слова и фразы вы бы набрали в поисковой системе, чтобы высветился ваш сайт. Я предлагаю по возможности зарегистрировать ваш сайт на разных доменах верхнего уровня. Например, вашдомен .com, вашдомен .net, вашдомен .ru. Это позволит не только поймать случайный трафик, это будет препятствовать тому, что другие маркетологи создадут сайты с таким же названием и будут просто красть ваших клиентов. Сегодня очень сложно найти название из одного слова, которое не было бы уже зарегистрировано. Вам необходимо будет придумать название из двух, ну, максимум пяти слов. При этом оно должно быть коротким, простым, естественно, и запоминающимся. Попробуйте использовать конфигурацию ключевых слов вашего сайта. Для создания доменного имени можно использовать буквы, цифры и дефис. Ваше доменное имя может содержать пробелы, не может содержать пробелы, да, и начинается или заканчивается дефисом. Следующие символы, которые я перечислю, будут вообще не должны использовать в доменных именах. Это восклицательный знак, собака, доллар, проценты, плюс, минус, равно. А дефис можно использовать для разделения слов. В случае, если, например, ваше название трудно читаемо. Обратите внимание, что в доменных именах регистр не имеет значения. То есть, ваш домен точка ком написан большими буквами, и то же самое, что ваш домен точка ком написан маленькими буквами. Доменное имя может содержать до 67 символов, включая символы, используемые для идентификации домера на верхнем уровне, да, то есть это net, com, org, ru и так далее. Однако, вы должны избегать длинные, нечитабельные и незапоминающие доменные имена. В связи с загрузкой доменов com и net, да, были введены другие домены верхнего уровня, чтобы удовлетворить огромный спрос на новые доменные имена в интернете. Ну, это такие как biz, info, org, edu, tv, name, jobs и так далее. Эти домены верхнего уровня позволяют зарегистрировать очень распространенные ключевые слова, которые давно уже заняты на ru, com и net. Однако, если вы живете в России, для вас предпочитательно регистрировать свой сайт на ru. В связи с тем, что каждый днем регистрируется все больше сайтов, стоимость регистрации значительно снизилась. Хотя и существуют компании, предлагающие такие услуги по высоким ценам, думают, что нет необходимости платить лишние деньги, безопасную и легальную регистрацию доменного имени можно получить всего за 10 долларов в год или даже меньше, в зависимости вообще от срока, который вы заранее проплачиваете. Регистрация не является постоянной, и поэтому первое, что вы должны будете делать, это продлевать регистрацию вашего доменного имени. В большинстве случаев регистраторы доменных имен высылают соответствующее письмо по электронной почте за несколько недель до истечения строка регистрации. После того, как выбор доменного имени завершен, необходимо подписаться на услуги веб-хостинга. Хостинг предоставляет место в интернете, куда вы будете загружать веб-страницы и другие файлы для доступа интернет-пользователей. Не пользуйтесь бесплатным хостингом. Это вообще моя основная рекомендация. Естественно, на начальном этапе хочется сэкономить за отрадок, и одно из решений, которое приходит на ум, это действительно воспользоваться бесплатным хостингом. Но с деловой именно точки зрения, для вашего сайта такой вариант может оказаться вообще серьезной ошибкой. При выборе поставщиков хостинга, представьте, как будто открывается магазин в вашем городе, организатором которого являетесь вы. Что вы, например, предпочли бы? Арендовать витрину у какого-нибудь частного домовладельца, который будет даже лампочки менять, или у какого-нибудь дельца, который вообще отказывается отремонтировать сантехнику. Естественно, первый вариант предпочтительный. Или то же самое, хотели бы вы иметь офис в центре города с разной инфраструктурой, или же в палатке на обочине дороги. Естественно, разная конверсия будет. При выборе хостинговой кампании, имейте в виду, что рекламная страница не отображает того, как будут оказаны услуги этим хостингам. Недавно я вообще слышала историю от одного сотрудника крупной хостинговой кампании, который рассказал о парне, у которого была отличная страничка в интернете и несколько выделенных серверов. Естественно, излишне говорить, что его хостинг-кампания имела отличный сайт, и ее деятельность вообще не вызывала никаких сомнений. Но вот техническая поддержка вообще практически отсутствовала. Все было хорошо до тех пор, пока один из серверов не отключился на несколько дней. И разъяренные клиенты начали звонить, пытаясь выяснить вообще причину неполадки. Но единственный человек, с которым им удалось вообще связаться, это была обескураженная мама этого дельца. Весь штат этой хостинговой кампании, это был один 15-летний парень, вообще неплохо владеющий компьютерными технологиями, но большую часть времени проводящий на скейтборде. Если вы намерены начать серьезный бизнес, вы не можете позволить себе экономить на хостинге. Стабильный высококачественный хостинг – это каменный фундамент вашего бизнеса. Это не роскошь, а основная составляющая успеха в интернет-бизнесе. В поисках лучшего хостинга не стесняйтесь спрашивать рекомендации и советы у других веб-мастеров. Но если вы хотите провести самостоятельное исследование рынка, не поленитесь собрать как можно больше информации о кампаниях. По электронной почте или телефону свяжитесь с их отделом продаж с просьбой ответить на все ваши вопросы. Авторитетные поставщики хостинговых услуг с радостью предоставят вам любую информацию, которая вам может понадобиться. Лучше, я как говорю, перебдеть, чем недобдеть. В конце концов, дело касается именно ваших денег, поэтому поинтересуйтесь. Вот я даже вам сейчас заготовила вопросы, которые, в принципе, вам нужно будет задать. Ну и, естественно, это сколько лет существует компания. Есть ли у них собственные серверы? Если да, то это очень хорошо. Если они являются посредниками, иначе говоря, арендуют пространство на сервере, источники, да, и сдают его в аренду, то вообще не соглашайтесь. Сколько активных клиентов они обслуживают? Есть ли у них вообще резервные генераторы в случае отключения электроэнергии в их районе? Используют ли они резервный сервис в интернете? Есть ли дополнительная плата за установку? Если да, то поищите другое место. Есть ли круглосуточная служба поддержки? Это немаловажно. Как быстро работает служба поддержки клиентов? Если вы начнете с менее дорогого хостинг-пакета, сможете ли вы перейти по необходимости на более дорогой пакет? Вот я рекомендую всем использовать пакет timeweb.ru. Мне этот хостинг очень сильно нравится. Итак, идем дальше. Теперь вам надо на свой хостинг загрузить свой сайт. А точнее, основу для сайта. В профессиональной сфере она называется движок. Движки бывают разные. Платные и бесплатные. Можно движок попросить программиста создать специально под вас, но в этом случае вы рискуете очень сильно. Если это программист уйдет, то тогда кто-то другой не сможет работать на нем. Поэтому советую выбирать из бесплатных и самых элементарных, например, из джунгла или WordPress. Если не хотите вообще особо заморачиваться и с компьютером, знаете, вообще всего одну кнопку в Google, то устанавливайте себе на хостинг WordPress. Кто-то хотел сделать себе интернет-магазин, вот могу сказать, что мой интернет-магазин на WordPress. Так что WordPress позволяет сделать абсолютно все. Как это можно сделать? Набираете в Яндексе «Скачать WordPress» и вам выдается куча сайтов, где можно скачать его. Вот на TimeWeb вообще предлагается CMS, то есть вы сразу можете установить, то есть без скачки его. Скачиваете его к себе на компьютер, а потом устанавливаете себе на хостинг. Сразу предупреждаю, что установка WordPress – это внутренняя сторона вашего сайта. А внешне это как раз то, что мы привыкли с вами постоянно видеть. Когда мы заходим на сайт, и первое, что мы видим, это оформление. Как раз его-то нам надо будет установить следующим шагом. Тему WordPress можно искать в самом движке WordPress, да, а можно найти также через Яндекс или Google. Тем для установки на WordPress очень много. Но, честно, я рекомендую все же использовать именно те темы, которые находятся на самом движке, так как они вообще постоянно обновляются и постоянно привносят в ваш дизайн какие-то фишки. Те темы, которые вы можете скачать в интернете, не всегда сделаны качественно. Вот просто могу сказать вам, что я скачивала неоднократно темы и устанавливала себе их на движок, и что-то там было все время выскакивало, все время не подходило, все время какие-то вопросы возникали. Поэтому лучше пользоваться тем, что нам дал сам WordPress. И, естественно, если не заморачиваться, можно сделать очень хороший сайт, да. Естественно, то, что дается бесплатно, то, что мы скачиваем в интернете, да, то есть даром, мало что дают качественно. За все в этой жизни надо платить, и все мы это, естественно, с вами понимаем. Так, плагины. Что же такое плагины? Смотрите, WordPress – это такой движок, который сам по себе уже устоявшаяся модель с определенным набором функций. Но для того, чтобы расширить свою функциональность, программисты придумали плагины. Каждый плагин отвечает за свою функцию. Сейчас вот я посоветую те плагины, которые вам также нужно будет скачать из интернета и установить на WordPress. Во-первых, это Rustulat. Что это за плагин? Это плагин, позволяющий вам получать ссылки с вашей записью уже на латинском языке, а не с номером в строке или самим по себе вот вводить на английском языке название вашей статьи. Вот меня всегда это ломало. Когда я установила Rustulat на своем первом сайте, естественно, это сэкономил мне кучу времени. Естественно, это очень хорошо для поисковых систем. Поэтому, если вы хотите создавать именно продающий сайт, то Rustulat вам просто необходим. Кроме того, вам нужно поставить в плагин, который называется All-in-One SEO Pack. Этот плагин поможет вам оптимизировать сайт для поисковых систем. В нем вы забываете те слова, по которым хотите, чтобы ваш сайт выходил первым. Для продающего сайта это очень важно, так как именно посредством все оптимизации вы будете, точнее, вас будут находить люди и заказывать ваши товары или услуги. И третий плагин, который я просто настаиваю, чтобы поставили все, это Sexy Bookmakers. Это так называемые социальные кнопки. Все вы видели их, когда заходите на любой сайт. Для чего они нужны? Во-первых, чтобы вы не один читали ваш сайт, да, и, естественно, чтобы вы оповещали всех ваших друзей. Во-вторых, чтобы поднимать посещаемость вашего сайта и, конечно же, продвижение его в поисковых системах. А также в социальных сетях. Вы все знаете, что в социальных сетях сейчас проводят большое количество времени многие люди, да, и в основном люди сейчас замыкаются именно в социальных сетях. Поэтому, если вы будете оповещать свои контакты в социальных сетях о том, что у вас что-то появилось новое, да, и та же самая новая статья, то у вас будет большой приток людей на ваш сайт. Естественно, вы будете поднимать свой сайт в поисковых системах и, конечно же, вы будете продавать за счет того, что у вас большая посещаемость на сайте. Социальные кнопки просто нельзя пренебрегать. Их просто нужно всем ставить однозначно. Следующий этап это на ваш сайт нужно поставить кнопки, окно подписки, да, вот из смарт-респондера, о котором мы уже говорили. Естественно, я уже объясняла, насколько это важно и повторяться не буду. Расскажу, как это можно сделать. В смарт-респондере есть определенная функция, которая называется генератор форм. Вот вы генерируете код для вашей рассылки и вставляете его в ваш WordPress, да, и все, у вас теперь есть связь с миром, а точнее форма, по которой вы будете связаться со своими подписчиками и клиентами. Так, следующее, что вам предстоит сделать, это разобраться с самим WordPress, то есть научиться в нем создавать страницы, которые вы хотите, чтобы были на сайте. Например, вы планируете разместить информацию о себе. Страница может называться об авторе. Или вы планируете размещать новости, постоянно которые у вас происходят в жизни. Эти страницы можно создать стационарными, но одна у вас должна быть обязательно меняющаяся. Как раз там вам и надо добавлять ваши новости и предложения. Для чего это нужно? Очень часто люди создают сайт и делают на нем все страницы статичные. Сидя с этим, сайт просто-напросто поисковыми системами считается мертвым. А значит, он плохо индексируется и считается с устаревшей информацией. Поэтому, когда люди начинают искать ваш сайт, по ключевым словам, которые вы вбили, найти его не всегда удается, так как по этим ключевым словам у вас, возможно, уже появились более продвинутые конкуренты. Поэтому вам просто необходимо создавать одну страницу с постоянно меняющимися записями. Какие же записи должны быть у вас на сайте? Во-первых, они должны соответствовать тематике блога. То есть, если вы пишете о тортах, то есть, о тех должны писать рецепты и советы начинающим по этой тематике. Во-вторых, они должны быть не больше тысячи знаков. Потому что многие люди просто начинают засыпать, когда им приходится читать километры вашей информации. В-третьих, они должны быть информативны. Если вы пишете банальные вещи, то, скорее всего, вас никто не заметит. А если вы даете дельные рекомендации, то вас обязательно заметят, придут к вам и будут постоянно на вашем сайте почерпать новую информацию. Следующее, что вам нужно обязательно сделать, это зарегистрироваться на таких сайтах, как YouTube и PodFM. Все очень просто. Человек уже в большей степени присытился к пистонине. Он стал более ленив, поэтому почитает, когда им все показывают и, естественно, рассказывают. Если вы никогда не снимали ничего и не наговаривали на диктофон, вам первое время будет сложно. Но это просто обязательно делать, так как человек в интернете не может оценить вас. Он читает ваши умные мысли и думает, наверное, это говорит не он. Ему те же пишут и так далее и тому подобное. Сейчас народ стал недоверчив ко всему. И когда вы сами выходите из-за кулис и показываете, что все это вы делаете сами, то он начинает вам больше верить. Вы становитесь ближе к друг другу и тут же начинает вас взаимосвязь. Надо выстраивать со своей аудиторией обязательно взаимоотношения. И это очень важно. Не надо тушеваться, если у вас какие-то ляпы, то есть челка например неправильно легла или запнулись. Все мы люди. И народ даже лучше смотрит, когда у вас что-то не так. То есть он понимает, что вы такой же как и он. И то, что он тоже сможет сделать то, что сделали вы. Поэтому все свои ляпы вы выкладывайте и естественно не стесняйтесь. Оно вам все это придет на руку. Даже для огромных проектов. Например, сейчас я сотрудничаю с проектом, точнее ко мне обратился проект, который называется выпал из гавы. я сейчас скажу, он этот в общем-то занимаются они созданием книжек, то есть они печатают книги и естественно я им сказала, что первое, что вам нужно сделать, это обязательно зарегистрироваться на YouTube и выкладывать все, что вы думаете, именно в такой форме, как видео. Потому что народ реально сейчас даже для того, чтобы читать книжки, больше слушает и смотрит, нежели сам читает. Возможно, они узнают о вашей книжке из видео, пойдут в магазин и ее купят. А, вспомнила, издательский дом Париж. Поэтому вот они сейчас активно этим занимаются, активно снимают ролики и выкладывают их на YouTube. Что могу сказать, если вам очень нужна картинка, чтобы была красивая, лучше сделать аккаунт на Vimeo. Почему на Vimeo? Потому что Vimeo позволяет более качественную картинку делать. Естественно, там можно грузить более тяжелые видео. И когда люди смотрят с Vimeo, то они уже понимают, что и качество лучше, и картинка лучше. Потому что YouTube все-таки у нас для народа, для масс. Но на YouTube очень хорошо размещать именно вирусные ролики, которые вам принесут людей на сайт. А Vimeo подходит как раз тем, если вы хотите поднять себе репутацию. В принципе, вот что вам нужно сделать в данный момент, сейчас, если вы хотите вообще начать свой бизнес. Не просто прослушали эту информацию, записали что-то, обязательно начать действовать. Вы можете создать сайт своими руками, самостоятельно, и все найти, потому что я весь алгоритм рассказала, это очень просто. Можете воспользоваться какими-то курсами, которые будут рассказывать, даже показываться, что на вебинаре показать ничего невозможно. Если было возможно, можно было все делать по шагам, но вебинары это естественно все таки семинары, это не практика именно техническая. И конечно же воспользоваться теми сервисами, которые предлагают создание сайтов. Естественно они разнообразны бывают, бывают и дорогие, и дешевые, но тут нужно поискать и найти тот сервис, который вам подойдет. В принципе на этом наш вебинар информативная часть подходит к концу. я жду ваши вопросы в чате и буду очень рада вам ответить на них. И конечно же приглашаю вас на следующий вебинар, который у нас состоится в 21.00, его будет вести Алексей Солтунов, и тема вебинара это смертельные ошибки продавцов. Я думаю, что она тоже будет вам очень сильно интересна. И пока вы пишете свои вопросы, я вам дам ссылочку, на которую вы сможете оставить комментарии по поводу и рецензии на вебинары все, которые есть. И еще хочу раз напомнить, что в принципе мы с вами находимся на платформе вебинар market.ru Все вебинары на одном сайте. И конечно же пригласить вас посещать их, потому что действительно очень интересный портал, который предлагает разные возможности. Я так понимаю, что вопросов нет, или почему-то они неактивны. Еще конечно же подожду, ваши вопросы и возможно какие-то предложения. И конечно же буду рада общаться с вами по тем связям, которые я вам оставила. И естественно самое главное возьмите и сделайте все-таки, потому что можно долго ходить, можно долго слушать, можно долго разбираться, но самое главное, как я вам уже говорила, это действовать. То есть начните действовать потихонечку, посажочку, но однозначно у вас в конце что-то выйдет. Если вы будете просто слушать и ничего не делать, то естественно не сможете ничего изменить в своей жизни. Структура продающего сайта. Что значит структура продающего сайта? На сайте должны быть, как я уже говорила, стационарные страницы и одна страница с обязательно не стационарной, а с меняющейся информацией, на ней должны быть обязательно видео, аудио, контент, потому что это привлечет ваших клиентов, обязательно должно быть о вас в видео формате, потому что так разделы, о себе обязательно, то есть о вашем проекте, или например о вас обязательно должно быть что вы предлагаете, то есть если вы продаете, это должны быть или продукты, или услуги, которые вы предлагаете, обязательно должны быть все координаты, потому что когда человек видит, что вы предоставляете все координаты, то есть вы ничего не боитесь, если тем более ИНН у вас есть, то есть вы индивидуальный предприниматель, то это очень важно разместить на вашем сайте, Человек понимал, что он имеет дело с человеком, который вообще-то отвечает за свое имя и несет ответственность. Обязательно это все должно быть. Можете размещать вплоть до номера телефона, да, лично вашего, если это ваш блог, например, ваш сайт. Но вот я размещаю, честно вам сказать, что у меня телефона нет. Мне муж запретил давать телефон, хотя все остальные контакты я всегда даю и указываю. И это должно быть. Естественно, должна быть миссия вашего проекта. Если это блог, в принципе, миссия, понятно, рассказать о себе, миру. Но если это проект, то обязательно должно быть конкретно прописано, зачем, для кого, кому он нужен. Если этого нет, то человек не знает вообще, кому он нужен и что он должен смотреть. Так, в принципе, обязательно должны быть социальные кнопки. Это прям не надо телефонов. Ну да, правильно, это просто на начальном этапе, да, очень хорошо телефоны реагируют. Вам никто не будет звонить, но когда у вас уже будет за 100 тысяч подписчиков, да, знаете, если даже 1 или 0, 1% все-таки захочет вам позвонить, то это будет уже, ну, не очень хорошо. Вот, поэтому, в принципе, если на начальном уровне, для, а если интернет-магазин, то телефон обязательно нужен. Это просто, ну, а как вы собираетесь работать с клиентами? Что они, если увидят, что телефона нет, то и вам и доверять не будут. Так, а хорошо, есть ли сайты на блог или это просто так страничка называется? Не поняла вопрос. Что такое айта на блог или это просто так страничка называется? Можете переформулировать? Не поняла. А блог более подвижен? Нет, понимаете, блог должен быть даже на интернет-магазине. Вот смотрите, у меня сейчас свой интернет-магазин, на котором есть блог или новости, которые постоянно меняются. Вам обязательно, да, нужно сделать такую страницу, которая постоянно будет меняться. Просто. Блог не то, что более подвижен, он должен быть везде, на любом сайте. Вы можете писать новости вашего портала, вы можете писать, я не знаю, обсуждать новости, которые происходят в мире. Все, что угодно. Самое главное, чтобы у вас одна страничка была обязательно, не обязательно ее называть блог. Это может быть новости, это может быть, я не знаю, полезные советы. Все, что угодно. Самое главное, чтобы страница постоянно менялась. Одна у вас обязательно такая должна быть. Если у вас будут все меняться, это будет просто супер. Но одна должна быть обязательно постоянной с новым обновляющимся материалом. Потому что люди хотят больше информации. Людям нужно больше знать о вас, о ваших продуктах. Поэтому обязательно. Я, ну, без этого сейчас никуда. Если раньше можно было создать блог, не блог, а просто сайт и бросить его, то сейчас это не работает. Да, чтобы страничка жила, кроме главной. Да, обязательно. Это обязательно. Вот. Я так понимаю, что вопросов больше нет. Было очень приятно работать с такой продвинутой, очень хорошо понимающейся, разбирающейся публикой. Я думаю, что помогла. Если есть какие-то вопросы остались, заходите на сайт, задавайте, я, естественно, отвечу. И также можете в форумах в вебинар-марке.ру писать. Я там регулярно появляюсь. У меня тоже там есть, кстати, свой блог, на котором я пишу регулярно. Можете узнавать также мои новости. И, конечно же, можете задавать там, оставить вопросы. Я, естественно, на них отвечу. Если задаете сегодня, то в ближайшее время обязательно будет обратная связь. Спасибо вам большое. Естественно, не расходитесь. 21.00, как я уже говорила, Алексей Салтунов. И расскажет вам о самых серьезных ошибках продавцов. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. Пока.